Музыка В тишине сколько можно посидеть в темноте? Страшно ведь становится, а жуть. Нет? Нет, нет такого ощущения, когда мы постоянно начинаем в темноте. Это потому что зимнее время не отменили. Не отменили, поэтому у нас теперь постоянная будет темень, что ли? Конечно. Темнота вдруг молодежи. Да, Григорий Спичак, представитель молодежи. Обсудим это на троих. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа на троих телеканал Юрбин. Мы обсудим, как обычно, события недели, прошедшей недели. Да, действительно, у нас теперь будет пока, как сказал наш премьер-листер, пока у нас будет зимнее время. Мы будем, поживем еще, посмотрим, как это все будет происходить. Поживем еще в темноте. Посмотрим, да, поживем еще в темноте, посмотрим. Но, тем не менее, деньки стали прибавляться, и это стало заметно. Начать я хотел бы с темой, может быть, не такой, может быть, веселой и радужной. Прежде всего, это обсуждение ситуации, которая сложилась в Ижимской школе. Дело в том, что в отношении учительницы математики Ижимской школы возбуждено уголовное дело. Итак, по данным прокурорской проверки, педагог с 24-летним стажем на протяжении двух последних лет поддерживал дисциплину на уроках. И разрешает возникающие конфликтные ситуации с применением крика, разбрасыванием личных вещей учащихся. Что-то ты прям языком протокола забываешь? Да, 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 я смешил зачитать все, как было. А вот в декабре 2012 года даже педагог неоднократно применял насилие по отношению к ученику 6-го класса. В частности, непослушного ребенка набило учебником по голове. Вот коллеги, родители, ученики школы вышли на защиту учительницы математики. И считают, что данного факта не было. И это нашло серьезное отражение в различных средствах массовой информации. Во всяком случае, у меня, Григорий Иванович, есть стаж педагогической деятельности. И мы давайте пообсудим этот момент. У нас есть еще опыт журналистской деятельности. Мы знаем, как могут тему мусолить. Вот, так сказать, тему подхватывают, начинают ее жевать. Проблема есть. И эта проблема, наверное, есть в любой школе. Ситуация такова, когда мы каждый день видим в школьных коридорах насилие детей друг с другом, когда друг друга бьют, валяются, стукают, обзываются, то почему-то действие учителя, оно сразу становится по другую сторону добавляет. Нет, ну учитель должен быть, конечно, святее Папы Римского. Совершенно верно. Вот здесь вопрос границы, что может себе позволить учитель, то есть где его нервы заканчиваются, да, где начинается профессиональный, ну не знаю, профессиональный, как бы, механизм защиты. Мне кажется, что, ну как бы нарушением, так сказать, правил поведения профессионального, все грешат, журналисты грешат, грешат, врачи грешат, грешат. Нет, а вы сами-то учителя, говорю, не поколачивали детишков-то свои? Ну у меня был случай, например, когда я так, так сказать, парня вытолкнул из класса, что он у меня улетел выше в дверь, да, я не рассчитал. Да, с собой, естественно, я не рассчитал силы, но это ведь, ну что назвать, тоже ненормально. Ага, то есть получается, что ребенок провоцировать может, это очевидно. Конечно. Это факты есть, такие, когда дети могут провоцировать, что делают это специально, для того, чтобы вывести из себя, для того, чтобы сорвать урок, вывели из себя, и вот вроде уроки с урона, тут контрольно еще. Как вы думаете, в принципе, вообще-то учитель-то, ну даже если вывели из себя, он имеет право на такие вещи? Ну конечно нет, так же, как врач, да, так же, как еще, ну не знаю, даже военный не имеет права с урона. Получается, понять и простить, что ли, как говорится? Ну вот тут мне кажется, надо разделить вот этическую составляющую, да, с... Физическую? Нет, с уголовной какой-то, потому что если говорить уголовно-профессуальным языком, то тогда, знаете, ну везде можно найти механизм там или какие-то... Знаешь, Гриш, вот с нашим опытом педагогическим мы больше становимся с тобой, наверное, к тому, что, наверное, может вывести из себя ученик и учитель, ну не то, что может себе позволить, но с ним может некое произойти. Ну вот Лена мама, да, у нее нет педагогического стажа. Но это неправильно в любом случае. Это я понимаю, это неправильно в любом случае. Лен, ситуация подобная. Ты узнаешь о том, что произошел такой случай, пришла у тебя дочь, шишка на лбу, что ну вот учительница ударила и так далее. Твои действия. Я просто вспоминаю свой опыт. Ты понять можешь вот это понять ситуацию? Я просто вспоминаю свой школьный опыт. Вот сейчас в комментариях я много читала по этой теме, да, когда люди пишут, ой, вы знаете, меня так столько раз били головой о парту, но я так благодарен учителю, потому что у меня великолепно таким образом были вбиты знания по математике. У меня был другой свой личный опыт, когда меня учительница подергала за плечо. Я просто помню свое состояние. У меня оно было близко к истерическому, потому что меня никто никогда в жизни пальцем не трогал, о чем я ей тут же заявила, и мы с ней поссорились на довольно продолжительное время. Неловко было всем, неловко было мне, но я была уже в старших классах, неловко потом было ей. И нам было какое-то время очень трудно встречаться на уроках. Со временем ситуация сгладилась. Я думаю, что то, что там произошло, может быть, каким-то уроком будет для многих. Эта тема зачастую обсуждается, конфликт учителя-ученика. Я думаю, что без совместной работы учителя, родителей, администрации школы, а может быть, руководство каких-то РАНО или чего-то еще, какие-то организации, не получится. Это должно быть совместная работа. А знаете, я сейчас о чем подумала? И обстановка некая и в школе, и в классе должна быть такова, чтобы не допустить подобного в принципе. Я считаю, что учителям нужно оказывать психологическую поддержку. Представляете, через какое количество эмоций они проходят ежедневно? Конечно. Кто им помогает? Вот есть социальные педагоги в школе. Хоть раз один учитель обратился к социальному педагогу, который должен с какими-то психологическими навыками заполнить. Я общался со школьным педагогом, психологом, он говорит, крайне редко. Крайне редко они подходят туда, вот именно по той ситуации. Вообще ситуация немножко напоминает ситуацию с ювенальной юстицией. Я тоже об этом думаю. Только не в семье, да, не в семье, а в школе. Потому что на самом деле ведь, так сказать, почему, когда мы защищаем допустимость влияния на ребенка, в том числе силовым методом в семье, мы не допускаем это же в школе. Потому что ведь даже насилие по отношению к ребенку, оно может быть, ну как бы, добрым, отечественным. Ну потому что это мой ребенок, это мой ребенок могу шлепнуть, а это вот, извините, ребенок пришел просто учиться в школу. Ну, садистов в школе у нас, по-моему, нет. Нет, что кто-то приходит намеренно для того, чтобы отрываться на детях. Поэтому это случай крайний. Но действительно, представляете, у человека в данном случае стаж 24 года. Что-то ведь привело. Представляете, сколько было вложено, сколько нервов было встретлено. Что-то же привело, да, большая нагрузка, да, учителей, мы знаем эту ситуацию, что вот действительно вот этот вот постоянный конвейер, да, который происходит, и это уже человек, ему очень сложно, да, помимо выдачи знаний, там еще и постоянное общение с ребенком по этому поводу. Вот в данной ситуации еще есть момент такой, да, могут там родители подать и так далее, действительно, учитель может быть наказан в том числе уголовном порядке. Но момент связанный с того, что учитель выводит из себя, и он становится в результате, может быть, даже инвалидом стать, вот этих ситуаций тоже немало, и учитель здесь абсолютно не защищен. Конечно. Он, как он, так как может выйти, он что, не пойдет на работу завтра и так далее, плач учителей в учительских, когда они плачут, среди тем, что их оскорбили, обидели и так далее. Я думаю, что непростая работа предстоит органам прокуратуры в данной ситуации. Ижма, небольшое село, там все знают друг друга многие годы, и люди не просто так выходят, просто из корпоративных интересов, они знают этого человека. Я думаю, Ижма тут не единственное совершенно село и место, где такая ситуация могла бы произойти. Ну, конечно, я думаю, что это везде, слушай, рядом, и в этом смысле ситуация очень такая знаковая, да, показательная. Ну, и поэтому вот она вызвала такое обсуждение, потому что, посмотрите, и те, кто учился, и родители, причем очень многие говорят, я всегда говорю ребенку, учитель всегда прав. Я думаю, что это не единственная тема, не единственная тема, которая вызывает такой всеобщий резонанс. Правильно, но это еще была его любимая, Белкомурр. На этой неделе была еще одна тема, которая вызвала резонанс. А Гриша же поэт Белкомура сейчас он нам расскажет, конечно. Больше того, Белкомурр – это тема, которая будет звучать не на одной неделе. На прошлой неделе мы получили просто яркое выражение, так сказать, следующий шаг, да, что мы услышали о том, что по итогам российско-китайских переговоров по проекту строительства железнодорожной магистрали Белкомур руководство Китайской гражданской инженерно-строительной корпорации заявило о желании выступить инвестором и акционером капитала. Ну вот мы сейчас посмотрим картиночку, как это происходило, подписание этого соглашения, если можно, попросим нашего режиссера показать. Да, вот этот момент, слева у нас господин Худазаров, руководитель Белкомура, справа, ну я на представителе этой самой корпорации, вот, которая радостно подписывает, особенно это делает радостно и уверенно господин Худазаров, потому что это не первый иностранец, с которым он подписывает подобное соглашение, правильно понимаю, Григорий? Нет, первый. Потому что там у них турки когда-то свою заинтересованность проявляли. Соглашение первое. До этого была еще одна китайская компания, да, с которой уже подписывали, это было в ноябре 2012 года, да, был подписан меморандум о намерениях. Но тоже, по-моему, с Министерством транспорта Китая. Тоже Китайская, одна из китайских корпораций. А скажите, зачем китайцам это все? Очень просто, на самом деле. На самом деле, почему ситуация вокруг Белкомура изменилась радикально по сравнению с Белкомуром 90-х, например? Дело в том, что Северный торговый путь, вообще архитическая зона, да, ее транспортная нагрузка к 30-му году должна увеличиться в 3,5 раза, если я правильно помню цифры. И процентов 40 перевозок там, если не больше, это китайские перевозки. И если в 90-х годах мы ходили и предлагали как развязку северо-западного какого-то узла, то не случайно сегодня появляется Мурманск, не случайно сегодня появляются такие стороны. Потому что, по большому счету, заказ на этот Северный торговый путь, вообще на Северный морской путь, он уже Россию делает подрядчиком. Да, конечно. А Россию в целом делает подрядчиком строительство вот этого транспортного узла и транспортной линии, иначе с нагрузками перевозок не справится. Поэтому ведь на прошлой неделе, помните, что-то опять Медведев ободряюще сделал какую-то бумагу, подписал, дал какое-то распоряжение для того, чтобы на основании государственно-частного партнерства эту все-таки дорогу стали строить. И, насколько я помню, свою капельку добавлю в это дело, в этот Мед, так скажем, уже более-менее конкретно указывается дата. 18-й год уже называется, это достаточно скоро, это рядом совершенно 18-й год, то есть через 5 лет уже практически ожидается ввод-строй Белкомура. То есть я понимаю так, что наши попытки предыдущих лет, когда мы пытались биться за инвестора, да, и к тем обращались, и к тем, республика никогда не оставляла эту тему. Значит, прежде всего мы обращались, конечно, к европейским, они рядом, ну как же наш лес, вины и так далее. Ему формально казалось, что Европа, да, Скандинавия близко. Да, да, конечно. Именно актуально. Они-то ближе, а ближе оказались те, кому интересны рынки. По ту сторону шарика, да. Совершенно верно, кому интересны стали рынки. Мы потом не потеряем этот Белкомуру, ну вот потом какой-нибудь станет там китайской какой-нибудь транспортной компанией или турецкой какой-то еще. А нам какая разница вот в этом смысле? Нет у нас такого квасного патриотизма. Да нет, здесь коррекционная схема, она известна по этой схеме. Железная дорога будет по нашей земле проложена. Там, я не знаю, половина недвижимости, половина земли в Нью-Йорке, по-моему, скуплена японцами. Мне гораздо интереснее другое, что представьте себе сегодняшние первоклашки, да куда первоклашки, даже те, которые сегодня учатся в шестом-седьмом классе, через пять лет будут своим младшим братьям рассказывать, что они жили еще в старой республике. Степень изменения ментальности. Да, в той республике. Да, всего прочего, вот это вот южного крылатого. Меня в связи с участием китайцев интересует такой вопрос. Они нам будут только средствами помогать или они свою рабочую силу пришлют и тем самым повлияют на нашу демографическую ситуацию? Вот это тишина. Да, да, да. Вот эта часть, она все... Да, я представляю, что будет твориться. Ничего страшного не будет, товарищи, Китай не самая плохая нация. Важны же какие-то пропорции расписаны. Ну, хотя смог я, вот я просто, я все с точки зрения демографии, потому что в последнее время, как выяснилось, мы справляемся и без китайцев. На этой неделе федеральный министр заявил о том, что мы вошли в 40 регионов, у которых был прирост населения. В целом по России прогнозы, к сожалению, не оправдались, но Коми в числе Башкирия, по-моему... Зимнее время, все это зимнее время. Значит, Башкирь и еще там несколько областей показала вообще прекрасные результаты. Да, и у нас прирост есть действительно, а вот, значит, цифры даже вот такие даются, что в 2012 году в Коми появилось на свет 12 534 ребеночка. Это почти на 700 больше, чем в прошлом году. Комментаторы говорят о том, что очень материнский капитал, конечно, поспособствовал, и в том числе региональная его часть, потому что очень много детей рождаются вторые и последующие. Ну, я думаю, тут масса моментов. И то, что все-таки у нас не такое страшное положение с детскими садами, как в других регионах, ведь на самом деле все ведь познается в сравнении. А откуда у нас, как у нас могут люди сравнивать, что в других регионах? Нет, ну все равно же это же, так сказать, выражается через давление, через какие-то возможности устроить, не устроить. Это даже по прессе же, в конце концов, видно. Ну, вы знаете, люди, когда решают, заводить детей или не заводить, они руководятся совершенно простыми материальными вещами. Первый момент, смогу ли я покормить ребенка, достаточно ли у меня средств. Второй момент, есть ли детский сад. Мы давно об этом говорили, и сейчас пытаются постоянно ускорять эту ситуацию, там, забирать эти детские сады, здания, у тех, кто когда-то их отобрал. Школьные места, предсказуемо. Строить детские сады. Ну, радостно, действительно, слышишь, в Цисковском районе нашей республики поликвидирована проблема очереди в детский сад. Все, нет очереди. А построили-то один большой детский сад современный на 120 мест. Очередь ликвидирована. Еще общий позитив, когда вот есть ожидания, да, вот когда видят, что люди ждут этих детских садов. Когда все ждут белкомор, понимаешь, что не рожать? Да, рабочие места, что не рожать? Интересно, кстати, детские сады, они заложены? Станция, детский сад, станция. Работало и снижение смертности. То есть, видимо, что-то смогли сделать ведь и в медицине. Медицинский момент, это важно. Может быть, опять-таки, здоровый образ жизни для кого-то стал очень молодым, и кто-то себе продлил жизнь. Еще один аргумент у нас сейчас, вот, так скажем, привели, и еще один способ решения демографической проблемы представители Российской Русской Православной Церкви. Они сказали, что нужно вернуть налог на бездетность. Напомню нашим телезрителям, кто не знает, налог на бездетность был введен в Советском Союзе в 1941 году, в ноябре, и был отменен 1 января 1992 года, практически с распадом Советского Союза, он был отменен. 6% от зарплаты платили мужчины в возрасте от 20 до 50 лет и замужние женщины. А действительно, слушайте, деньги-то приличные пойдут. 6% от зарплаты. Это наполнит бюджет. А денежки хотят эти отдавать сиротам, в сиротские дома, тем семьям, кто взял сирот на воспитание. Ну, вроде как, благая цель. Нет, я вообще против, конечно, такого налога, потому что он в любом случае становится наказанием для человека за то, что у него нет детей. Дети – продукт любви. Они, что ж, должны теперь рожаться, чтобы избежать налога? В этом смысле той лице… Ну что ж, придется родить теперь. Ты что, денег-то жалко? Давай родим 6% теперь будем называть. Да, давай, да. Как назовем мальчика? 6%? А я еще это расцениваю не только как продукт любви, но в этом еще есть Божья воля. Конечно. Поэтому в этом смысле не церкви бы вот с такими инициативами-то выступать. Инициатива странная. Я тоже категорический противник внедрения этой меры. Помню, как это было. Он вызывал только этот смех и раздражение, этот налог. Конечно. Раздражение. И опять же, мы всегда приводим примеры того, где смогут заработать коррупционеры. Мы будем зарабатывать на справках о болезни, о бесплодии. Меня не знаете, что удивляет? Всегда удивляет какая-то узость форм влияния на эти процессы. Либо налог, либо штраф. Либо вчера я видел объявление, что за утерю чего-то, штраф 3000 рублей. Что за вообще стиль? Обложить налогами, оштрафовать. У нас какие-то другие регуляторы вообще есть или нет? Я должен сказать, что на этой неделе снова обсуждался вопрос об усилении мер по отношению к, в частности, к представителям малого бизнеса. У нас в общественной палате нашей республики состоялась переговорная площадка. Прочитаю. Об ограничении периода работы увеселительных учреждений вблизи жилых домов в Сыктывкаре. На этом заседании присутствовал у нас член общественной палаты Российской Федерации, бывший мэр Воркуты Игорь Леонидович Шпектор. А суть в том, что пожаловались граждане, живущие недалеко от одного бара. Бар называется «Бахус» в Сыктывкаре, возле которого постоянно происходят какие-то вещи, которые мешают людям жить, спокойно отдыхать и так далее. Пачкают подъезды, там и мусор, и крики, и даже были уголовные преступления и так далее. Вот я сейчас покажу на фотографии, как раз Игорь Леонидович Шпектор по этому поводу говорил. И вот это он говорил по отношению к хозяину «Бахуса». Он пришел сюда, не побоялся владелец этого бара, и Игорь Леонидович сказал, что надо жестко очень поступать с этими людьми. То есть, ну, как он говорил, я в Воркуте делал совершенно спокойно. Если мне не нравится или работа, или там есть жалобы конкретные, не можешь нарушить, просто закрывало. Никто со мной не мог сделать ничего. Было вынесено предложение в ходе этого заседания о том, чтобы отнести увеселительное заведение подальше от мест, ну, не знаю, там, где проживают люди, там, от жилых домов. Да, за жилые дома. А даже сказали, давайте все увеселительные заведения перенесем между, например, как в Сыртывкаре, между Сыртывкаром и Ежевой. Есть пустота, туда давайте резервация-то сделаем. Секундочку. Увеселительными учреждениями являются спортивные. Ну, там по ночам не орут. У нас, по-моему, да. И в перерывах между таймами, по-моему, алкоголь не потребляют. Нет, у нас, когда на стадионе орут, тогда слышит весь город, если уже на то пошло, да. Да, потом... Бабушка, вы у стадиона живете? Да, 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 да. Потом эта самая музыка ведь звучит на всякого рода мероприятия. Другое дело, что они действительно не вечером, да. Это вообще больная для города тема, место проведения больших праздников, потому что страдает, как правило, очень минуя гея. Ну, слово говоря, посмотрите, пожалуйста, наши видеокадры. Я буквально пару секунд. Вот посмотрите, как расположен этот бахус. Ну, наверняка многие могут привести примеры в других городах-районах нашей республики о подобном. Вот этот бар, бахус, вот посмотрите, как он расположен. И сейчас я покажу еще момент. Это практически рядом с жилым домом. Вот бар, вот рядом вот этот деревянный жилой дом. Практически в 10 метрах. Наверняка практически во всех местах. Ну, это же... Нет, дело в том, что у нас ведь очень многие такого рода заведения располагаются в цокольных этажах жилых домов. Да, конечно. Но есть. И я всегда с сочувствием отношусь к соседям, которые живут выше. Даже если этот ресторан работает до 11 часов вечера, но там идет свадьба, салют, как правило, запускают часиков в 10, пусть даже в 9. И я представляю, весь дом спит. Старый квартал. Это не молодые жители. Да у меня около дома. И вдруг эгэ-гэй, давайте поздравим молодых. Сигнализация срабатывает. И я в таком случае именно за то, чтобы вот такие ресторанчики, бары выводить на свободные территории. Ведь загубим тогда малый бизнес. Очень многие предприятия малого бизнеса будут сразу закрыты. Во-первых, помещений, куда можно переехать, их нет. Да, у них нет свободных. Ну, например, мы говорим... Модули стоят дорого. Ну, вот внизу, да, вот внизу дома. Все, выходим, выходим. Куда? Где выходить? Модули отдельно строить дорого. Подключать туда коммуникации. Свободных мест таких нет. Не, ну, модуль, конечно. Хочется, чтобы красиво еще было. Модуль-то это как барак какой-то. Вот, в итоге получается, мы можем малый бизнес просто загубить, который вот кормится вот этим самым. Значит, речь о чем тогда нужно вести? У нас, мне кажется, когда открывают такого рода учреждения, забывают о том, что сфера тишины – это тоже часть затрат. Тишины, спокойствия, порядка. Ну, не знаю, там, встретить гостей – это часть проблемы. Проводить их тоже должно быть частью затрат. И вот эти механизмы, они не прописаны, не обязуют хозяев. Вот во время этого заседания в общественной палате была сказана классная штука, что, ребят, а вы вообще общались с хозяином? И выяснилось, что с хозяином бара вот эти граждане, в общем-то, не общались. Они сразу подали в суд. Спрашиваются. Они говорят, может быть, вообще поговорить с ним, рассказать о ситуации, он, может быть, не знает. Он выступит двух охранников, которые будут провожать. Да, он будет смотреть там, следить за этой вещью, потому что Шпейтер-то тоже прав. Он говорит, коль ты занялся бизнесом, ты следи за собой, чтобы в порядок. Не просто так считай каждый день денежку. А отложил – вот отлично. День прошел, два часа ночи выгнал всех из бара. Нет, ну там руководитель сказал, что у нас звукоизоляция соответствует нормам, а то, что подъезжающие таксисты врубают музыку. Это их проблема. Это их проблема. То есть и это тоже имеет значение. А я считаю, что если они подъезжают к тебе, вот к этому месту, отвечай за всю территорию. В противном случае тогда у тебя будут серьезные проблемы с теми, кто живет рядом. В качестве примера серьезных проблем, которые могут быть, дорогие друзья, я пару фотографий вам сейчас покажу. Я обнаружил во всемирной сети пример того, как люди борются с подобными барами. Это случилось, естественно, в заграничном городе Одесса. Посмотрите, пожалуйста. Назывался этот бар «Сказка». Вот такой был вход. И пришел товарищ и забетонировал вход туда. Входа в «Сказку» нет. То есть, я не знаю, были ли там люди в это время, но тем не менее, вот теперь такой вход. Вот так. Но это же уголовка. Чтобы вот до такой ситуации не довести, я думаю, может быть, такая площадка и была сделана. Потому что ведь если жильцы начнут борьбу с баром, жильцов-то гораздо больше рядом сидящих и страдающих от этого бара, чем посетителей бара в любом случае. И забетонируют и все, что угодно. Это легко сделают. И если их подъезды, слово сейчас найду, пачкают, то если начнут пачкать вход жильцы соседних домов, я думаю, что в этом случае клиенты напрочь забудут, независимо от названия, бахус ли там. Кстати говоря, вот название бахус. И сразу же представляешь, что там происходит. Может быть, переименовать, как корабль назовешь, так и поплывет. Назвали бы нежность. А, не надо. Я тогда знаю, что там будет. В подъездах еще не будет. В подъездах еще не будет от нежности. Спасибо общественности, что начала этот разговор. Общественность на этой неделе еще обратилась к другой теме животрепещущей. Это качество наших авиаперевозок. Леонид Зильберг, член общественной палаты, собрал журналистов. И предполагалось, что придут и представители авиакомпании для того, чтобы поговорить, что доколе. Потому что я сама, как редкий пассажир, могу сказать, что в последнее время мне очень некомфортно. Вот раньше я заходила в наш самолет, и я уже как будто дома. Все. Сыктывкар начинался для меня в самолете. Да, детка наша, да? Все наше. Приветливые стюардессы. Никогда никаких проблем обслуживаний. Сейчас ситуация очень изменилась. Начиная с того, как тебя встречают в аэропорту, как ты садишься, чем тебя кормят. То есть уже может еды какой-нибудь не хватить. И что делать пассажирам? Пытались понять. Может быть, капризнее стал пассажир? Может быть, благосостояние лучше? Стали чаще летать? Стали потребовательнее? Не знаю, что считать капризами? Потому что когда ты садишься в явно старый самолет, где не откидываются кресла, то речь идет не о капризах, в общем-то, а об элементарных каких-то правилах. С другой стороны, пассажир-то имеет право быть капризным. Ему есть чем сравнивать. Раньше мы купили билеты на самолет. Раз в год улетели куда-то, прилетели и рассказывали, вот я вот летел, все, и не обращающие внимание на мелочи. Вот полка отвалилась, упала на голову. Да ерунда, зато как было весело. Сняли на телефон и так далее. Сейчас это работа для нас считается. Не дали еду, да. Скушал еду и стало не очень хорошо после еды. Так еще весело было, да. А сейчас как-то стало обидно по этому поводу. И люди у нас летают за рубеж, и видят, как относятся на зарубежных авиалиниях к пассажиру. Относятся с величайшим пиететом, он денежку несет. Его там обожают, ему там и плед. И вот смотрите, сейчас еще вставлю свои пять копеек. Вот посмотрите, руководитель бара, владелец бара Бахус, понимая, насколько будет неприятный разговор, не побоялся прийти. Все равно пришел, да. И за это ему отдельное... Здесь ни один представитель авиакомпании, которых по крайней мере две, и которые конкурируют, которым бы все-таки дали возможность что-то сказать, не явился. Наверняка они признали, что проблемы эти есть. И еще. Я думаю, что многие телезрители могут сейчас подтвердить, что качество самолетов, которые нас переводят, за последние годы стало значительно хуже. Мы платим немалые деньги, да, и когда покупаешь билет на самолет в день Санкт-Петербурга, или где-то еще сыт в Коране, говорят, слушайте, почему у вас такие дорогие билеты? Ну, это очень-очень дорого. И люди, кто летает в Европу, знают прекрасно, что на эти деньги можно слетать из Москвы в европейскую столицу и обратно. И на эти деньги мы хотели бы получить достойное обслуживание. Я думаю, многие телезрители, которые сейчас пользуются перелетами, знают, что в Москву нас загоняют на самые худшие дальние стоянки. И едем минут 40, причем нас никто не предупреждает о том, что путь будет долгий. Я согласна, я поеду 40 минут, но вы мне скажите, уважаемые пассажиры, дорога займет 40 минут, тогда я хотя бы встану поудобнее. Я думаю, несколько там проблем собрались вместе. Монополисты, конечно, одна из ключевых, потому что когда нет альтернативы, тогда они позволяют себе права качать. Вторая причина, что вообще устарел парк за эти годы. Третья причина отсутствия кадров. Ну, об этом кричат уже федеральные каналы, да. Сегодня ни летчиков, ни летного состава не хватает. Вообще российского сейчас запустили иностранцев. Иностранцев, да. На этой неделе принято решение о том, что иностранцы смогут у нас управлять самолетами. Я думаю, что уже даже нормы выработки часов выросли или скрыто выросли. Ну, а вот отношение бросовое, все-таки, мне кажется, нам не хватает вот такого, не знаю, пиара, что ли. Все-таки отношение к Сыктывкару, как к какой-то провинции. Так. А мне кажется, что проблема, это наша глубинная российская. Потому что вот мое глубокое убеждение в последние годы, у меня нет примеров, которые меня бы убедили в обратном, потому что глубинная проблема наша всегда, это глобальное неуважение человека к человеку. И мы не умеем оказывать услуги с удовольствием, получая от этого удовольствие. Нет, почему на других рейсах, внутри российских, есть другое отношение. Мало того, есть, я так понимаю, другое отношение этих же компаний, которые обслуживают нас. Все-таки, когда мы, так сказать, пресса наша подняла шум вокруг Северной железной дороги, мы заставили Северную железную дорогу внимательнее отнестись к проблемам, да, вот этого участка. Если мы будем последовательны в отстаивании интересов, то мы не сможем. Или будем свое что-нибудь создавать. Или свое что-нибудь создавать. Вы знаете, может быть, возойдется к своему, с которым можно спросить. Один из выводов, который был сделан на круглую столе, я подписался бы. Мы не должны молча терпеть это, надо обращаться в суды, надзорные ведомства, в прессу, бить во все колокола. Только в этом случае что-то изменится. Вы с этим согласны? Ну да. Я думаю, что это хороший воспитатель, вообще вот эти вот иски. Но на самом деле хороший воспитатель, в свое время, в советское время были соревнования всякие разные, соцсоревнования, да, и так далее. Мне кажется, что внутри вот монополиста еще и даже нет внутреннего кодекса. Если бы он был такой, например, сейчас вот на шахте Интауголь, где возродили эти производственные соревнования, и это сразу дало внутренний драйв, внутренний кураж в коллективах. То есть они, кстати, соревнуются между собой снова сейчас? Да, есть нормативы, да, есть какие-то, есть какие-то критерии, есть моральный стимулятор, то есть премии получают. Это материальный. Ну, видите. Это материальный. Да, а раньше еще и знамя давали. Плажки. Шахтерам это проще, потому что у шахтеров это все можно измерить метрами проходки, тоннами добытого угля. Вот с авиаторами сложнее. Или легко, исками. У вас вот такая пачка исков, а у нас вот такая. Сейчас ведь как, дают задание, сделал, молодец, получи премию, а тут ведь еще соревноваться между собой. А как вы думаете, у нас можно это внедрить на другие где-то вот отрасли, другие сферы? Как думаешь? Или это только вот уж актеров возможно там? А вот интересно, в журналистике это можно внедрить? Вот этот принес пять качественных новостей, из них три из производственной сферы. А этот четыре, некачественных из бытовой. Лена, у тебя можно такое в комнате сделать? Можно же быть такое? Нет, я против соревнований вот такого. Почему? Хотя я в принципе за моральное стимулирование, потому что... А там не только моральное. Есть еще и качество того, что сделано. Это очень известно, потому что не все, то есть не рублем единым жив человек. Безусловно, конечно. Важно чувствовать себя победителем. Вы знаете, что показали опросы? Важна конкуренция, важен действительно вот этот внутренний драйв. А это как раз и достигается при помощи вот таких вот... Года три назад опубликовали опрос московских, офис Планктона, да, Московского, Питерского, Свердловского, вообще по России. Оказалось, что до 85% людей, получивших небольшие премии, там до 5000 рублей, они в принципе их поменяли бы на грамоты, на это, чтобы принести домой, показать детям, мужу, брату, сестре, соседям. Понимаете? То есть 85% участников гонки за бонусами, бонусы желают видеть не в виде денег. И может быть не только в виде денег, да, в виде чего-то, что вот отмечает их посреди других людей. Нет, конечно, хорошо, ведь людям приятно, когда в присутствии других людей им говорят хорошие слова, но кому это не нравится? Это называется признание. А помните, как раньше в магазинах продавщица, когда вот нормально тебя обслужила, она говорит, а вы запишите. Там к ней жалоба предложений была. А она почему так говорила? Потому что потом придет директор магазина, прочитает. И так, молодец. Это будет озвучено на партнерке. В эту смену сделали молодцы. Кстати, в одном из актовкарских магазинов действительно есть маленькая доска почета. Там три фотографии лучших в этом магазине. На самом деле и правильно. Это так трогательно на самом деле. Соревнования еще нам предстоят. Через неделю, 16 числа, состоится праздник, спортивно-развлекательный праздник Ибица. И там будет саамский футбол. Это женщины, а говорят даже иногда и мужчины, надевают на себя большие широкие юбки, бегают с мячом туда-сюда, ловят этими юбками мячи. И говорят, даже можно щипаться. Там нельзя толкаться, щипаться можно. Да, да, там щипаться можно. Понятно, щипаться. Женский футбол. Да, как только щипаться, выяснилось, что щипаться можно, мужчины сразу повалили. И сразу участники многочисленные. Да, зачем же женщинам мучить? Мы сами будем участвовать. Будет команда Коминформа, там будет команда телеканала Юрген, которая выиграет. Ничего, что Коминформа займет второе место, ничего страшного, серебро это тоже очень здорово. И еще, дорогие друзья, на телеканале Юрген началась трансляция, показ большого проекта под названием «Юрген в деревне». Восемь телеведущих отправились в село Ипп работать на фермерском хозяйстве. Вот это было первая серия, вот наши там вот так вот выходили, вот в такой одежде. А там вокруг, понимаете, домашние животные. Вот у нас тут хозяин фермы, понимая, вот, а Инна Трусагина не ожидала увидеть все это вокруг. Такое ощущение, что Ипп далеко на юге. Да-да-да, они думали, что это будет именно так, а потом начался тяжелый физический труд. Денис Сидоров радостно бегал от гусей, да, от гусей, а Евгений Новоселов и Екатерина Борщ выполняли план по переноске навоза. Это Эдуард Бушуев считает количество перенесенных дров, почему-то он думал, что надо считать обязательно, пересчитывать, чтобы не тиснули по дороге. Гриш, что нужно сделать, чтобы ты приехал жить в деревню? Да мне кажется, он переедет туда, рано или поздно. Он мне ответил. Интернет. Интернет в деревне? Да, и гарантированная мобильность. Я не перееду в деревню никогда. Вы боитесь тяжелого физического труда? Нет. Не боитесь? А я боюсь. Лена боится тяжелого физического труда, поэтому она не участвовала в проектах Юрган-деревне. А вот наши в проекте Юрган-деревне участвовали, и буквально через минуту, дорогие друзья, на ваших экранах вторая серия борьбы, лишений и побед телеведущей телеканала Юрган. Сейчас будет вторая серия Юргана-деревне. У нас есть о чем поговорить в темноте, в частности о том, почему же Лена Мезенцева не хочет переезжать в деревню. А вам хороших выходных. Свет, пожалуйста. Несмотря на то, что у меня там хорошие урожаи картошки. А-а-а, в Троицке-печерске-то ты говорила. И лодки, лодки, лодки. Урожай, так, ну, все. А на роде? На нее работают люди.